В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Широтон. Меня зовут Анастасия Панина. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. К 2024 году 57% местных дорог должны перевести в нормативное состояние. Об этом сегодня заявили на итоговой коллегии Госкомтранса. Дорожному ведомству в целом предстоит сделать рывок, согласно майских указов Владимира Путина. Через шесть лет здесь планируют в два раза сократить долю перегруженных дорог, количество погибших с 12 человек на 100 тысяч населения до четырех. Особое внимание в ведомстве уделят ремонту аварийных участков. По словам главы Госкомтранса, только в Уфе их насчитывается более ста. В общей сложности в этом году дорожники должны отремонтировать около тысячи километров дорог, построить заново и провести реконструкцию 30 мостов. Эта работа уже начата в соответствии с теми результатами, которые мы имеем по итогам двухлетней реализации программы безопасной качественной дороги. Практически в два раза мы сократили места концентрации дорожно-транспортных происшествий. И, как я уже отметил, в два раза, то есть где-то до 70 мест, мы должны будем сократить этот показатель к 2024 году. Напомню, для более активного развития отрасли созданы два новых госучреждения. Транспортная дирекция будет заниматься крупными инфраструктурными проектами в УЛСе привлечения инвестиций. Прежде всего, это строительство восточного выезда из Уфы стоимостью более 34 миллиардов рублей. А вот центр организации перевозок призван бороться с нелегальными перевозчиками, искать средства для покупки больших автобусов. Тем временем на дороге Башкортостана вышел дорожный пристав. Цель рейда – выявить злостных неплательщиков по штрафам, алиментам, различным налоговым и кредитным платежам. Как сообщили в службе судебных приставов, только с апреля по июнь таким образом арестовали 90 автомобилей должников на общую сумму почти 6 миллионов рублей. Изъяли и поместили на специализированные стоянки 40 машин. По исполнительным производствам взыскали в общей сложности более 2 миллионов 400 тысяч рублей. Рейды на дорогах Башкортостана проводятся совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями Федеральной налоговой службы. Должников выявляют с помощью специальной камеры, которая считывает госномера транспортных средств. Водителям предлагают на месте оплатить необходимую сумму. Это можно сделать с помощью мобильного телефона, зайдя на портал госуслуг, либо на сайт судебных приставов. Если нет возможности оплатить штраф, на машину накладывают арест. В некоторых случаях автомобили взымают и увозят на штрафстоянку. Такие рейды проводятся еженедельно. Служба судебных приставов Октябрьского районного отдела с сотрудниками ГИБДД, а также с сотрудниками налоговой инспекции. И только за последний период, летний период, было арестовано 164 автотранспортного средства. Для добровольного погашения дается 5 рабочих дней, либо, как правило, часть должников оплачивает на месте. Рейды дорожных приставов Республики традиционно проводятся с апреля по сентябрь и уже доказали свою эффективность. Однако судебные приставы отмечают, лучше не тянуть с оплатой штрафов и других взысканий. Проверить, есть ли задолженность, всегда можно на сайте Республиканского управления службы, где размещен банк данных исполнительных производств. Засушливое лето у соседей в Ашкортостане привело к росту цен на зерно. Об этом нашему телеканалу заявил председатель аграрного комитета Курултая Республики. В частности, урожай пострадал в Саратовской и Волгоградской областях. Действительно, засуха нанесла достаточно серьезный ущерб и это повлияло на рост цены на зерновую продукцию. В частности, цена сейчас поднялась на четвертый класс около 8 тысяч рублей за тонну. Мы ожидаем все-таки более комфортные, более, так скажем, интересные цены в следующий, так скажем, в последующий зимний период. Поэтому рекомендации сегодня дорабатывать зерно, убирать, дорабатывать и хранить, ждать хорошей цены. В целом, с начала года, в основном из-за общего проседания цен на рынке зерна, наш регион сумел нарастить экспорт в 10 раз. На внешние рынки в общей сложности республика отгрузила 190 тысяч тонн зерновых культур. В прошлом году лишь 19 тысяч. Напомню, увеличение экспорта – одна из приоритетных задач, которую ставил глава региона перед аграриями. Сейчас мы активно, что называется, завоевываем рынки Ирана, африканских, арабских стран и, конечно, Европы. Футбольный клуб Уфа обеспечил себе право на дальнейшую борьбу в квалификации Лиги Европы. Накануне в напряженном матче наши футболисты смогли забить гол на гостевом поле славянской команде Дамжали. Первый тайм прошел при обоюдных острых атаках. Несколько раз уфимцы, что называется, прощали соперников и не забивали. В начале второго тайма футболисты Дамжали открыли счет. После прохода с левого фланга и неудачного удара мяч за пределами штрафной подобрал полузащитник и отдал передачу, которую замкнул Ловра Бизяк. Словенцы на моральном подъеме провели еще несколько опасных атак, которые удачно завершились для нашей команды. Мяч шел мимо ворот. Сравнять счет Уфе удалось на 87-й минуте. Метким и сильным ударом Боян Йокич положил мяч в ворота. По сумме двух матчей боевая ничья 1-1. Однако гол, забитый в гостях, выводят уфимцев в третий раунд квалификации. Здесь все это масса людей. Один был из Нефтекамска, остальные из Уфы. И двое приехали москвичей. Вот приехали москвичи. Они сказали, что мы вообще москвичи, мы не болели на футбольном клубе Уфа, но мы должны были поддержать российскую команду в Европе. Матч был еще из-за погодных условий. Плюс 30, жара была. У нас раздевалка без кондиционера. У нас даже ребята возмущались, что в России стадионы настолько жестко проверяют любые недостатки. А здесь вроде приехали в Европу, дышать нечем. Напомню, что добираться болельщикам из Уфы до славянского Дамжали пришлось сложными путями. Кто-то летел через Венецию, кто-то через Милан. Следующий матч в рамках Лиги Европы Уфа проведет уже 9 августа на стадионе «Нефтяник». Соперник «Прогресс» из Люксембурга. Ответ на игра в гостях 16 августа. Далее смотрите программу «Взгляд». Мой коллега Кирилл Кукош обсуждает с экспертами, как в условиях двойного спада вложений инвесторов найти деньги на стартапы. А у меня все к этому часу. Хорошего вам вечера и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова